Привет, я ностальгирующий критик. Я помню это так, что вам не нужно. Есть некоторые люди, которые продолжают появляться в моих ностальгических обзорах. Так, интересно. А, это как раз обзор ностальгического критика на последнего киногероя, который мы как раз с Маргиналом обсуждали. Спасибо большое. 999 рублей, посмотрим. Например, Шакела Нил, Пиви Герман, Эйп Вигода, и, конечно, австрийский сэндвич с говядиной Арнольд Шварценеггер собственной персоной. С чем это связано? Он одновременно как и придурковатый, так и довольно приятный. Довольно плохой актер, но довольно интересный. Вы не можете не пересматривать фильмы с ним, как бы ни старались. Если и существует фильм, который делает его формулой успеха устаревшей... Ну, кстати, не знаю. То есть, не вызывает какой-то трепет фигура Арнольда Шварценеггера, в целом, не знаю, как у вас. Но я знаю много людей, которые прям... Как он прям, он очень важен, как фигура. Я, кстати, не смотрел никогда ностальгирующего критика. По-моему, это первое видео, которое я вижу от него. В отличие от всех остальных, то это последний киногерой. Вы считаете, что режиссер «Крепкого орешка» и «Чужого» знает, как развлекать публику? Но в многобюджетном скучной фесте Джона МакТирнена мы узнаем, что даже наиболее разбираем... Он тоже за гладильной доской сидит. Я в начале, когда открыл видео, посмотрю, что там такое, я подумал, действительно, что это Папич. Или как там его зовут этот, который про кино затирал, мы смотрели видео с ним. В общем, режиссер может снять наиболее глупый, не смешной и лишённой креативности фильм. Я знаю, что вы подумали. Арнольд Шварценеггер снялся в плохом фильме? Ты, наверное, шутишь. Что ж, давайте посмотрим и узнаем, почему последний киногерой — это последний киногеморрой. И это намного смешнее, чем большинство шуток в этом фильме. Итак, мы начинаем с того, что фильм бьёт нас по лицу. Буквально. Жестокий фильм. Мы видим кучку копов, которые окружили дом, где какой-то псих держит в заложниках группу детей. Кто же сможет их спасти? Это Арнольд Шварценеггер, который играет копа Джека Слейтера. И с кем же ему приходится иметь дело? С типичным, постоянно причитающим боссом. С ним будет вести переговоры настоящий специалист. Последний раз, когда ты такое сделал, мы людей по кусочкам собирали. Якорь мне в задницу. Потом мы видим бессмысленное камео Тины Тёрнер. Спасибо, Тина, твой чек в почтовом ящике. И Джек сталкивается с копом, который не хочет его пропускать. Эй, ты хочешь быть фермером? Вот тебе несколько акров. Извини, ты не мог бы это повторить? Ты хочешь быть фермером? Вот тебе несколько акров. И что это значит? Конечно, реплики Арнольда старомодные, но в них обычно есть смысл. Я думаю, что да, здесь как раз смысл в том, что это абсолютно тупая фраза. И они над этим смеются. То есть над бессмысленностью происходящего. Странно, что он это кино рассматривает как серьезный фильм. То есть он, по сути, является пародией. И потом на его основе, как я уже говорил, была сделана куча других пародий, которые уже смотрятся хорошо, а те же «Солдаты неудачи». Вот, мне кажется, хорошая пародия на тоже какие-то боевики. Это потому что акры звучит, как Ирена, больно? Или потому что он может нанести удар на расстоянии в акр? Его я... Да, заказывайте еще видосики. С размером с акр? Где тут шутка? Арнольд, ты не можешь просто говорить случайные фразы в надежде, что они магическим образом станут смешными. Сначала нужно подумать. Это как сказать... Ты хочешь быть астронавтом? Тогда страной в агонии. Итак, мы переносимся на крышу здания, где видим психа, который держит детей в заложниках. Даю слово, он увидит, как ты умрешь. Стивен, рай? Что ты сделал с собой? Я живу на односторонней глухой улице. И, конечно, совершенно случайно произошло так, что один из заложников — это сын Слейтера. Брось пистолет. Я думаю, это тоже какой-то штамп, который они так или иначе обыгрывают. Это, наоборот, смешно. То есть здесь как раз юмор строится на том, что ты, в принципе, знаешь, как этот фильм устроен. Он специально устроен так, чтобы ты все это выкупал, все это получал. Все эти вещи. То есть это и есть ирония. Хорошо. Я не вооружен. Отпусти, парня. Отпусти. Спасибо большое еще раз. Третий или четвертый донат 30 рублей. Парня, у него же есть имя. Ты же его отец. Ты, наверное, должен знать об этом. Но оказывается, что это фильм. Ну, просто фильм. Размытый кадр. Книг. Который смотрит наш маленький сопливый главный герой по имени Дэнни. У него есть друг, что работает киномехаником, которого играет Роберт Проски. На выходных выходит новый фильм про Джека Слейтера. И, будучи таким хорошим другом, Проски предлагает ему предпросмотр нового фильма про Джека Слейтера. И Дэнни, наконец, идет в школу, которую он довольно часто прогуливает. Там им показывают классику кинематографа, такую как Гамлета с Лоуренсом Оливье в главной роли. Ну, это, кстати, тоже хорошо, что много отсылки на классический кинематограф. Вот Гамлет и, соответственно, Седьмая печать. Этим фильм тоже подкупает, является такой более синефильским, что ли, чем есть. Но, соответственно, синефил – это очень узкая ниша. Поэтому неудивительно, что он провалился и был непонятым. Вообще проблема в том, что, возможно, Шварценеггер в данном фильме пытался, соответственно, взять все рычаги контроля своей руки и сделать так, как он видит, и поменял аудиторию, на которую фильм был рассчитан. Потому что он изначально был рассчитан на более взрослую аудиторию. И, соответственно, подросток должен быть не таким маленьким, не из каких-то младших классов, а из более старших. И все должно быть чуть жестче. Получилась семейная комедия. Может быть, это все и попортило для проката. Но понятно, почему он так думал. То есть после вот этих вот комедий с Дэвита, вот, он решил попробовать себя в этой нише особой. Хватит болтать, просто сделай это. Боже, Шекспир, походу, самый плохой писатель в истории. И Дэнни начинает мечтать о том, каким был бы фильм, если бы в нем снимался Арнольд. Опусти свой меч, справедливый принц. А кто сказал, что я справедливый? Наслаждайся пока можешь, Арнольд. Потому что это, скорее всего, единственный раз, когда ты сыграешь Гамлета. Быть или не быть? Не быть. Ну, мне кажется, это тоже очень такая, своего рода, оригинальная стилизация и оригинальная вещь сделанная. То есть как интермедиа, это смотрится просто великолепно. Я прям в голос, когда пересматривал. Очень смешно. Счастливие. Это то самое слово, которое здесь уместнее всего использовать. Да, у нас есть смайлик с Джойсом, у нас есть смайлик с Кленским, у нас есть смайлик с Боджеком и есть смайлик с Лисом, который пьет винишко. Поэтому вы можете подписаться платно на Твич и получите смайлик. Где еще у вас будут такие смайлик? Кто-то надо фал, чтобы посмотреть реально. Ходит домой, где на него кручит мать прямо перед тем, что идти на работу. Он просто сидит, смотрит телик, занимается глупостями и, наконец, приходит время идти смотреть фильм. Он уже готов закрыть двери, как вдруг... Ты один? Хорошо. Привет, неожиданный темный поворот. Пошел. Это не темный поворот. Здесь, на самом деле, недоработанная вот эта вот тема и контр-тема, она достаточно эксплицитно существует. И она не выходит в какую-то основу фильма, хотя я так понимаю, что она должна была быть, показывая, что реальный мир, он очень жестокий, очень серый. А боевики, на самом деле, они очень справедливые и очень добрые. И это, как бы говорится, но не очень убедительно. Что-то им не хватило, чтобы вот эту вот тему и контр-тему довести до конца. О, крутой парень. Ну, давай. Давай, сделай. Сделай это. Ладно, фильм здесь и совсем облажался. Итак, он закрывает Дэнни в ванной и продолжает обыск квартиры. У тебя тут один мусор. Ни побрякушек, ни видика. Это 37 минут. Может, мне стоит попробовать грабить богатых? Ежели что. Удачной рыбалки. Ну, и после этого бессмысленно тревожного поворота Дэнни приходит в кинотеатр, где его ждет Проски. Копия уже готова? Ну, наверное, это говорит о том, что Дэнни, как бы, занимается в определенной степени... В общем, побегом от реальности. О, не торопитесь, молодой человек. Или вы кое-что забыли? Билет. И у меня как раз есть один. Когда я был гид от твоего возраста, в этом театре выступал Гарри Гудини. Он сделал свой коронный жест вот так. И тут кое-что появилось в его руке. А-а-а, это начинает меня пугать. Это волшебный билет. Мне дал его лучший маг Индии, который получил его от лучшего мага Тибета. Ладно, фильм, у нас уже есть один темный поворот, нам не нужен еще один. Это пропуск. Другой мир. Он был мой. Я считаю, что это прям очень такая милая сцена, которая как раз присуща к детским фильмам, поэтому она сюда и вставлена. Кстати говоря, по сути, в ситуации главного героя существует персонаж из Мил Мои Милу, например. Он тоже его семья не любит, он убегает. Тот же самый Гарри Поттер на этом же строится. То есть главный герой бежит в волшебную сирота и бежит в волшебный Хогвартс. И там убегает, так сказать, от своей серой реальности. И забавно было бы, если в конце Гарри Поттера оказалось, что никого у Хогвартса нету, и он так и живет с нелюбимыми приемными родителями. Теперь он принадлежит тебе. Ладно. Время для выпуска Соник говорит. Эй, детки, незнакомые люди могут вам много чего предлагать, чтобы вы пошли с ними. Например, фильмы, волшебные билеты и много другого лошадиного дерьма. Но они всего-навсего хотят помацать вас за интимные места. И это нехорошо. Так что если какой-нибудь незнакомец, особенно Роберт Проски, хочет потрогать вас за таз... Бегите, что есть силы! Он разрывает билет напополам, который походу сделан из крови Тинкербель, и начинает крутить для Дэнни фильм. Мы видим мужика, которого терроризирует босс мафии, сыгранный в это тяжело поверить Энтони Квиннам. Ты хочешь, чтобы я приказал им... поработать над тобой? Я бы мог пошутить над Энтони Квинном, но... вряд ли кто из вас поймет. Мы переносимся к Джеку Слейтеру, который заходит в свой дом и видит своего друга как раз перед тем, как тот умрет. Тони Вивальди и мафия Торелли объединились. Фрэнк. Фрэнк, что нахрен его убило? Неужели следить за драматичной игрой Арнольда это смертельно? Ну, опять же, здесь странная претензия, потому что это именно штамп специально так обыгранный. Это бомба! Ну, конечно, бомбу каким-то... Да, это его родственник. Я не помню, если ты брат или нет, там, по-моему, типа кузин или что-то такое было. Ну, в общем, это его родственник, да. В машине. Два дня до пенсии. Саксофон только что посмеялся над ним. Ну, опять же, это тоже, 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 своего рода штамп. Начинается погоня. Наемных убийц послали, чтобы застрелить Слейтера. Как вдруг магический билет действительно переносит Дэнни в фильм. Ты кто, черт побери, такой? Я Дэнни Мэниган, мальчик. Ты ведешь без рук. Ты думаешь, это просто? Нужно постоянно тренироваться? Ты, наверное, не знаешь, что у моей задницы есть водительские права. Заморозил. Теперь он сосулька. Погоди-ка. Плохие парни. Этот голос. Тяжелый рок. Я в ужасном фильме со Шварценеггером. Он играет в «Кто испугается?» с пикапом, который каким-то образом внезапно взрывается перед ударом об здание и разбивается прямо... ...посреди шел бы нехило. Мальчика отвозят в полицейский участок, где он проходит мимо Шерон Стоун из «Основного инстинкта» и Роберта Патрика из «Терминатора 2». Джек! Ты это видел? Ты знаешь фильм? Я не уверен, что ты это знаешь, но камео должны иметь смысл. То, что эти люди снимаются в кино, еще не означает, что есть какой-то смысл вставлять их в ваш фильм. Ну, здесь, видимо, конструкция некоторой объединенной киновселенной, что это как бы отдельный мир, где все происходит. В принципе, мне кажется, такое тоже странное предъяво. То есть, мы... Они еще больше показывают зрителю, что это действительно нереальный мир, при этом вторая вставляет ссылки. Ну, по сути, да. По сути, это к семейству фильмов очень страшное кино. То есть, очень страшное кино, так или иначе, тоже как-то имеет место, имеет родственность с этим фильмом, потому что из этого все вырос. То есть, все пародийное кино отсюда идет, которое пародирует другие фильмы. Не знаю, почему ты к нему прицепился. Я не слушал вот другой контент, но что-то как-то пока что очень все из пальца выжато. От нарисованного кода, который ходит туда-сюда. Что? Что это за херня? Вы серьезно? Почему там стоит код? Тут нет никакого смысла. Он должен вернуться к работе. Его отстранили лишь на месяц. Нет. Ну, я думаю, это отсылка на кролика Роджера, скорее всего. Нет. Нет никакой причины для того, чтобы там был мультяшный код. Вы еще Литл Ричарда сюда запихните. Ой. Жан-Клод Ван Дамм. Джим Белуши. Эмси Хаммер. Хэмфри Боггарт. Чеви Чейзи, Дэймон Вейнс заходят рука об руку. Что тут происходит? Нафига здесь так много бессмысленных случайных камео? Я что, в зоне сумерек? Блин, фильм. Если ты можешь кого-то снять, это не значит, что ты должен. Это то же самое, что иметь... Нет. Нет. Я сейчас назову чего-нибудь имя. По этой причине, это именно такой синефильский проект. В большей степени. Синефильский. Он обязательно спонтанно выскочит из этой жопы. Так что давайте просто скорее досмотрим этот фильм. И мне кажется, что шутка, связанная со всеми этими странными камео, состоит в том, что каждый коп в этом фильме должен быть абсолютно разным. Ну, вы знаете, как в тех фильмах про двух напарников, где постоянно показывают, что напарниками могут быть копы. Рэбе, толстяк и странная девушка. И да, одному копу достается в напарнике мультяшный коп. Я скоро буду принимать ванну. Присоединишься? В принципе, идея мог... В русской локализации, кто помнит, мультфильм Чокнутый был такой, помните? Как он, интересно, в оригинале назывался? Там как раз было про то, что Бонкерс он назывался. Как раз было про полицейского мультяшку и... Да. И копа. Кстати, мне он нравился в детстве. ...быть разумной, но все равно не имеет смысла. К чему тут все эти неподходящие напарники? Где вы видели Мэла Гибсона и Дэнни Гловера в команде с Крисом Такером и Джеки Чаном? Ну, пока что. Но вы поняли, к чему я веду? Напарник означает одного человека, а не пять или шесть. Ни в одном фильме такого не было. Слишком уж ты умный. Слэйтера вызывает босс и кричит на него, а парень начинает выдавать знакомые клише за мгновение до того, как зритель их предвидит. Держу пари, что тут у каждого телефонный номер начинается с 555. Тут нет ни одной непривлекательной женщины. Я только что был в настоящем отделении полиции, и это намного лучше. Парень, оставь все сюжетные дыры мне. Это моя работа. Итак, они идут в видеопрокат, где Дэнни пытается доказать, что существует такой актер Арнольд Шварценеггер, и то, что он снялся в десятке боевиков. То, что он находит, должен отметить, довольно смешно. Нет, это невозможно. Ну, маргинал на стриме разбирал, в общем-то. К чему это еще отсылка, и на чем еще здесь посмеялись? Ну, ты знаешь, I'll be back, осталось-то, baby. Ну, я просто хочу держать дистанцию. Где обычные повседневные женщины? Их не существует, потому что это кино. Нет, это Калифорния. И однажды я буду ею править. Дальше мы видим сцены, где они болтают. Тогда это еще он этого не знал, но сейчас это смешно в действительности. А потом еще сцены, где они болтают. Вы знаете, ребята, болтовня не лучшая сторона таланта Шварца. Вы не могли бы дать ему пистолет, или бомбу, или долбанный костюм, фриза. Все равно, просто дайте ему что-нибудь. Наконец-то они едут, чтобы проведать плохого парня и его опасного подручного. Не делайте резких движений. Они хорошо натренированы. Фильм, ты что, под наркотой? И так он получает ответов, и поэтому решают просто уйти. Хорошо. Просто замечательно. Спасибо тебе за этот фильм. Я уже думал, что ты одумаешься на минутку и покажешь нам что-нибудь интересное. Пожалуйста, скажи мне, что дальше снова будут долгие сцены вождения и беспесленные болтовни двух людей. Да! Да! Я так счастлив, ведь мы просто могли тратить наше время, смотря на взрывы, перестрелки, и интересные сцены погони. Но нет, нудная главная сюжетная линия про маленького засранца с девчачьей прической намного интересней. Ура! Мать его, ура! Взорвите уже что-нибудь, наконец! Обычно у него прическа. Ну, или сексуальная девушка, это тоже поможет. Папочка! Итак, Слэйтер оставляет парня со своей невероятно привлекательной дочкой, а сам уходит, чтобы посмотреть флэшбэк. Он вспоминает своего сына, которого убивают дважды по какой-то причине. Ну, так решили сценаристы фильма. Как вдруг появляются наемные убийцы. Если хотя бы один волос упадет с ее головы... Стоп! Мне кажется, это было смешно. Ого! Это бы выглядело довольно угрожающе. В пятом классе. Так это и есть шутка такого рода. Так, ну это реально какие-то такие претензии. Очень сомнительные. О, святые угодники! Хватит кричать! Сделай уже что-нибудь! Ну, ладно. Так, дамочка, я думаю, вы не совсем правильно понимаете, для чего нужен крик. Кричи, когда ты в беде. Ты же не та девка из мультфильма «Довер, бойз». Но Слейдер спешит на помощь. Привет! Ну, ладно, это единственная крутая сцена. После небольшой перестрелки плохой парень убегает вот в этой машине. А Дэнни хватает девчачьей велик, который принадлежит взрослой дочери и выезжает с злодеем навстречу. Что, это вы? Поиграем в «Кто испугается первый?» Парень, что с собой не так? Ты на девчачьем велике, а они на долбанной машине. Сам подумай! Ну, насчет велика тоже как бы душноватое замечание. И рыли, трули. Это должно сработать. Это фильм. Я хороший парень. Это должно сработать. Вот дерьмо. Я же просто комедийный персонаж. И настолько не смешной, что нам хочется увидеть, как тебя собьют. Прищелец звонить адвокатам. Итак, парень, который думает, что весь фильм был смешным, пытается доказать Слейтеру опять, что это просто фильм. Скажи это. Подрасти. Скажи только одно слово. Ты не можешь. Ты не можешь сказать это, потому что у этого фильма рейтинг детям до 13. Насмотрщик не в сети, долбанный ты хуесос. И мы снова оказываемся в полицейском участке, где нам опять показывают отборный крик злого. Здесь на самом деле еще смешнее, потому что у этого фильма тоже был рейтинг достаточно низкий. Двойное вложение. Господи Иисусе, он превратился в мужика из рекламы игрушечных машинок. Кстати, да, у него из ушей идет парт. И я упоминал, что этого фильма рейтинга 13, потому что более взрослым людям вряд ли бы это показалось смешным. Давай свой значок. Итак, Слейтера уволили. А это... Опять же, это тоже штамп специальный, который здесь обыгрывается. То есть он указывает на те моменты, которые являются в принципе киноштампами. В анимации, либо в боевиках. И почему-то типа говоришь, что почему это здесь? Так это потому что... На этом весь этот фильм построен на оголении этих штампов. И что еще более иронично, что в этом фильме снимается Шварценеггер. Майкл и Ладеев самостоятельно. Каким-то образом они узнали, что тело на похоронах должно взорваться от какого-то паралитического газа. Я не знаю, но и не важно. А Слейтер с Дэнни встречают своего бывшего напарника, которого играет Мюррей Абрахам. Прости, Джек. Я не хотел, чтобы все было именно так. Просто никогда до этого я не играл хороших парней в кино. Поэтому вот так вот. Ну ты идиот. Ты сделал классическую киношную ошибку. Даже объяснять не нужно. Мальчик, заткнись. Но тут внезапно появляется Квин, и наших героев пристегивают наручниками. Я должен идти, чтобы почтить покойного. Ну, Бэткомедиант, мне кажется, более-менее еще куда не шло. То есть надо просто Бэткомедиану не смотреть как критика. Возможно. Ну, просто это глобально не смешно, а Бэткомедиану иногда какие-нибудь скетчи более-менее смешные бывают. Я вообще, да, тоже не знал, чем занимается натальирующая критика. Сейчас это как-то у меня открытие. Я думал, это кто-то более интересный. Есть ли какие-то годные критики на Ютьюбе? Я не знаю. Я не смотрю критику на Ютьюбе. На Ютьюбе я читаю в основном статьи, либо какие-нибудь там лекции слушаю. Не встречал больше случаев, чем просто пересказывать фильм. Вот у меня такая же претензия вообще к целому, что на Ютьюбе в основном пересказывают сюжет. Ну и какой-то типа аналитический разбор в стиле «А вот это вот совсем нереалистично, а вот такое быть не может, почему он сделал такое дурацкое решение, вместо того, чтобы типа о чем фильм и как он устроен, структуру этого фильма разобрать». Это мультяшный кот. Ага, фильм со Шварценеггером, где его спасает мультяшный кот. Они идут на похороны и пытаются унести тело как можно дальше от людей. Он еще жив! Может быть, ему кто-нибудь поможет? Смотрите, сломать! А ну вали отсюда! Итак, пока Дэнни раздумывает, почему он до сих пор не перенесся в фильм «Дебби едет в Даллас», он садится за руль подъемного крана, чтобы помочь Слейтеру спуститься с крыши в одном из самых странных слоумоушенов в истории. «Это я называю Вайл и Койот». «Я на самом деле не упаду, пока не пойму, что мне ничего не поддерживает». «Этот стиль комедийного фарса был впервые показан в сороковых». «Ворнер Бразерс» начали... «Я хотел всем рассказать про золотой век мультипликации». Ну, опять же, у него претензия, что они берут штампы мультипликации. Да ну. А горящий вот этот коп, который горит в душе, это не отсылка на мультипликацию. В общем, странный, странный обзор. «Я вас всех съем!» «Как будто бы старая бабка обозревает». «Она емкость заберет билет и открывает его магические способности». «Я могу проникать сквозь стены в параллельные миры и красть, что захочу». «Но не перед тем, как Слейтер вежливо стучит в двери». «Поиграем в ралли». «Не двигайся». «Ладно, Слейтер, я пойду тихо». «Хрена лысого». «Мы подошли к захватывающей кульминации с насыщенным концом». «А это за синяк под глазом моей дочери». «Обычно после этого в тени остается дырка». «По идее, должен был прозвучать невероятный бум». «И Слейтер и Дэнни переносятся в настоящий мир, где Слейтер замечает, что тут все работает не совсем так, как он думал». «Вот тебе еще один взрыв для твоего фильма, парень». «Ни слова. Больше ни слова». «Моя игра. Она тут должна быть просто невероятной. Но все рушит мой акцент!» «И пока вы себя спрашиваете, не должен ли был уже этот фильм кончиться, фильм продолжается в основном сценами, где Слейтер просто плачется и не верит в то, что он на самом деле выдуманный персонаж». «Все эти кошмары до конца жизни». «Но ты выдуманный. Кому какое дело?» «Извините, но я не вижу ничего захватывающего в том, что вся твоя жизнь это просто долбанный фильм». «Да, это настоящий мир». «С волшебными билетами, которые переносят вас мир фантазии». «Да у нас тут такой каждый день». «После долгой, 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 долгой цепочки нудных действий, они наконец узнают, что убийца собирается нанести удар на премьере нового фильма Шварценеггера про Слейтер». «Эннедикт собирается убить Шварценеггера». Какая единственная претензия может быть к Last Action Hero? Соответственно, это то, что начиная вот с момента превращения в реальность, фильм страдает. То есть, там очень много чего как будто бы начато, но оно не закончено. Он не приводится к какому-то гранд-финалу, который хотелось бы увидеть, как я уже говорил. То есть, хотелось реально увидеть всех этих злодеев, которых вытаскивают из других кинофильмов, что их очень много. и как-то, что Шварц с ними соответственно справляется и что-то с ними делает. Это было бы просто великолепно. Шварценеггер это же Слейтер! Бинго! Бинго! Ну, кроме того, что здесь нет никакого смысла. Но к черту, давайте просто перейдем к кульминации этого дерьма. Итак, убийца переносит в этот мир героя Стивена Рая, чтобы тот убил Шварценеггера актера. Рип, Рип, что вас привело на этот вечер? Ну, я просто хочу сказать людям, что они могут сберечь много денег, и человек это может сделать. Кстати, это тот момент, где мы видим много ненужных камео, про которые я вспоминал раньше. Они проходят мимо камеры, а потом думают, чем они заслужили такое сомнительное счастье. Ну, это тоже такая странная претензия. Типа, ковровая дорожка со знаменитостями, где снимаются знаменитости, это плохие камео. Ван Даму, что... Спасибо большое за 30 рублей за покрытие комиссии. Топичи. Подумал, ну, я отвлекся. Итак, он пытается убить Арнольда, но ему это не удается. Он крадет парня и тянет его на крышу здания. Хм, для реального мира, не похожего на фильм, который мы только что видели, этот мир довольно похож на фильм, который мы только что видели. Теперь это только между нами. Отпусти парня. Мне кажется, мы это уже делали однажды. Тут я выгляжу злым, потому что у меня на 12 зубов больше, чем у других людей. Слейтер побеждает психа, но на него начинает охота наемный убийца, который, конечно же, раскрывает все свои злые планы. Ты хочешь Дракулу? Я приведу его. Дракула? Да я могу привезти Кинг-Конга. А как вам вечеринка для Адольфа Гитлера, которому прислуживает Ганнибал Лектер? Все, что мне нужно, это лишь щелкнуть пальцами, и все они будут тут. Это на самом деле довольно крутой план. Цветы и носки, не могу дождаться, чтобы посмотреть на возможности развития. Ну... То есть, вот это, как мне кажется, основная проблема, которую стоило бы сделать. То есть, это хотелось бы увидеть. Да, да, да. То есть, если бы это было, вот это было бы прям ввысь, и вот этот фильм он своего апогея бы достиг. Конечно, разрушьте этот возможный крутой сюжет фильма. Долбаный разрушитель мифов. Ты думаешь, что ты смешной? Не так ли? Арнольд хватает пистолет и убивает плохиша. Эх, Бутчер, не то, что отсылка на Бергмана, тут был персонаж из Бергмана, смерть и, соответственно, седьмой печати. Каким-то образом взрывается. Опять же таки, настоящий мир. Чудесно, не так ли? Спасибо большое за 30 рублей. Он выпускает женица смерти из фильма «Семь печатей». Потому что... Да, все, кто смотрели последнего киногероя, должны знать, что такое «Семь печатей». А Дэнни пытается вернуть раненого Слейтера назад в фильм. Почему? Потому что в мире фильма его ранение будет похоже на маленькую царапину. Поэтому он не умрет. А смерть, сыгранная неясно для чего Айоном Маккелленом дает Дэнни ценный совет. На твоем месте? Так, Холли Саттин говорит, зашел на стрим, а тут Дон Карлеона. Вы зашли на стрим, но вы сделали это без уважения. Выйдите и зайдите снова. С уважением. Я бы поискал другую половину билета. Один билет, чтоб всеми править, один билет, чтоб... Ай, забудьте. Сколько фильмов в среднем вам надо посмотреть за месяц? Где врач быстро его лечит, а тот возвращается к своим обязанностям. Мальчик получил отличное приключение, остался с героем Роберта Проски, и все они жили долго и счастливо. Есть только одна маленькая деталь, которую они пропустили. По улицам ходит ебаный жнец смерти. Нам не показали, как его вернули назад в фильм, но мы прекрасно видели, как он убил несколько людей в настоящем мире. Или это... Ну, я не знаю, нифиговый такой просчет. Может быть, он должен был появиться в сиквеле «Последний киногерой 2. Смерть берет выходной». Но, к счастью, мы его так никогда и не увидели, потому что этот фильм провалился во всех смыслах. Почему так? Потому что он тупой и очень скучный. В нем есть много хороших идей и несколько шуток на троечку. Но в основном это неуклюжий и не смешной боевик. Мой совет. Да лучше бы я миллион раз прослушал ремикс-фразы «Положи печеньку», чем еще раз посмотрел этот фильм. Я ностальгирующий критик. Я опомни это так, что вам не нужно. Спасибо большое. Да, ну, я не знаю. Это какой-то странный очень обзор, и я не понимаю типа всех этих претензий. Наверное, это сделано именно для... так, да. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...